я сейчас подключаю тоже хорошо вас вижу и слышу отлично просто хорошо добрый день снова у вас вчера вот видео специально то есть случайно наткнулись как вы там с мусульманами там общаетесь есть конечно как у них там конечно не заблуждаются и спорить с ними как бы не хорошо не снова не получится доказать насчет иисуса христа что-то и сын божий видите у нас все записывается выставляется в интернет но вы в курсе уже не против ну слава богу мусульман то даже убедить их такой даже цели нет цель только засвидетельствовать им их о христе показать им сказать а когда чего это будет уже от нас не зависит спорить действительно не надо но вот вы вышли вчера на меня вот записали вопрос такой вы задали а что такое почему вы во первых вы про еноха или ю спрашивали да то что два пророка два к свидетеля которые будут свидетельства три с половиной года я ног а это енохи и или или а нет погодите это моисей и моисей и или моисей это закон или дух пророчества он как бы пророчество нет вы я когда говорил по три с половиной годах что они будут при антихристе это мы в апокалипсисе читаем конкретно написано про то что а кто это будет но это по всем по параметрам понятно что еноха его потому что забрали или я до других тогда которые они они спустятся на землю три с половиной года будет будут проповедовать обличать и чтобы евреи уверовали потом их убьют и они будут лежать три дня и там написано что и будет видеть их труп и радоваться будут люди что на трупах если это был бы закон и и дух то как трупы ты могли видеть их трупы каким образом и потом они воскресли и будут вознесены на небо это же в апокалипсисе все написано смотрите вот моисей моисей начнем пока с моисеем он это закон 10 заповедей правильно вот что он 40 лет их господь водил 40 лет по пустыне вот и зашли на землю обетованную только будущие поколения а те которые вышли из египта они не увидели они может они не заступили на землю обетованную правильно вот но так как господь их вел через языческие племена там были всякие филистимляне и и так им ну и и тому подобное было пролито много крови и из-за того то что господь сказал ему ты не зайдешь на землю обетованную так как тобой и было пролито много кори и он ее только издали увидел моисей и он умер и и и вы наверно знаете о том что дьявол спорил с господом на по поводу тела моисеева что типа вот он столько пролил много крови и он бы как бы не достоин небо-то но господь его оправдал это и есть это прообраз то что некоторые умер которые не увидят славы господне когда придет второе пришествие они воскреснут но увервавшие они воскреснут но он умерший они воскреснут а или я он живой взошел на небо это те люди которые при будя второе пришествие увидят славу господа и которые будут записаны в книге жизни они уже не увидят ни первой смерти не второй и уже зайдут на небо вот это образы понимаете ну сейчас познакомлю игнатий тихоныч это мой духовный наставник тоже православный христианин христиан вы не знаете да и вот сейчас кто говорил александр нет дмитрий 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 ну я мы наверное не в самом начале меня позвонили вы допустили три грубых ошибки во время этого разговора короткого три ни на каком основании ни на каком основании не видно что это будет моисей никогда святые отцы так не понимали а почему потому что небо взят и нох или я закон тут совсем не при чём а закон не при чём пока не перебивайте так не годится я буду молчать ладно говори пускай говорят я молчу я молчу и бог сразу его пресёк и сказал и ты не войдёшь вот в этом ваша ошибка вы перепутали или умышленно это сделали сказали не умирали только два и которые вас которые уже умерли воскресли если они на небе то с неба чтобы у какого-то моисея созвать нет он был на горе преображения там он именно от закона был от закона а или я это который не умирал и утверждал поэтому этот вопрос даже и рассуждать не надо и ноха или я по другому церковь никогда не понимала они оба трупами не были а тут сразу делается трупами их убьют а которые воскресли написано они не умирают и не женятся тут в этом ещё ошибка одна значит и ноха или я тогда все сходится вот то что говорили я просто рецензирую это дальше дмитрий дмитрий смотри ты перепутал когда моисей сказал что много крови давид правил много крови и поэтому при нём храм не мог быть построен господь ему говорит давид а моисей погрешил уставить это я знаю достроил соломон да 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 а моисей 105 псалом написано ибо они огорчили дух его и он погрешил устами своими устами то вот с этой поэтому господь не пустил его в землю обетованную но скажите пожалуйста мысль был на земле обетованной нет не был ему бог сказал и не увидишь на гору фазги взойди и посмотри и умри да и и он умер на горе вот я говорю это это я говорю потому что про образы моисей и или моисей это закон а или это пороки это Вячеслав руководить чтобы вопрос решенный никогда моисей не поминался никогда в церкви христовой а это так надуманно какие другие вопросы поднимайте не надо спорить а зачем спорить дело в том что о двух была речь о двух тех кто спустится тогда но а вот они так как адвентисты у них вообще этого понятия нет что два будет пророка спуститься я так понимаю да на горе преображения Иисусу были там он взял трех учеников спустились в облаке Моисей и Илья это уже в новый завет при Иисусе на горе Ильянской ну это понятно а дальше в апокалипсисе это написано про 2 2 маслины вот об этом речь я в своем ролике об этом говорил а здесь это это и енох или я будут ладно этот вопрос закрыли вот Игнать Тихонович вот они спрашивают что вы считаете вот что в адвентистов седьмого дня противоречит Библии и Евангелию я отвечаю сразу понятно значит возникновение вот этого ну как сказать это не церковь это секта ересь начинается с определения когда придет Христос вот у Илья Миллера основателя они она потом придет и он прямо высчитал в каком году в каком месяце и все продавали имение Марк Твен очень подробно это описывает зачем было это делать а он говорит а день это за год и поэтому в полночь мы полдня надо ну половина года еще набросили шесть месяцев и тогда ничего не было а уже тут подсуетилась Елена Уайт Елена Уайт она получила эти дары точно так же как Ванга там от удара камнем как песок той был и если об этом рассуждать определенно то начало вот этой организации церковной там или ереси секты основана на лжи потом еще несколько раз пытались определять когда Писание говорит не ваше дело знать времена и сроки второе бессмертную душу не признают ее нету умер и все как солома у Малахи написано третья глава сгорела и все ничего нигде нету душу отдельно как субстанцию они не признают а доказательства о душе это где угодно можно увидел считаемы шесть-девять апокалиптис души убиенных слово убиенных не убиенные а убиенных в родительном падеже души принадлежащие убиенным а когда двенадцатую главу считаем мы к евреям говорит и приступили там к горнему Иерусалиму и к духам праведников достигших совершенства не к праведникам а духам праведников то есть отрицать душу как это можно они не признают кто не признают не признают а адвентисты седьмого дня душу не признают я с ними близко знаком я близко знаком вы такое слышите что вы говорите я говорю помните помните как Иисус сказал не бойтесь того который может тело погубить но бойся того кто может и душу и тело и тело погубить почему мы признаем что есть душа а адвентисты седьмого дня душу не признают в самом основании это они делятся между собой которые может признают я не беру но большинство не признают нет души он и человек ну вы придумали я не знаю из какой головы это я не придумал это у них старшие говорят я в их собраниях сколько был они ко мне на дом ходили души нету дмитрий 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 души после того как человек умирает что с ним дальше происходит согласно вашему учению вот когда человек 15 процентов зарядка когда когда человек умирает тело остается а дыхание то что душа дыхание возвращаться богу ну то есть а куда-нибудь она может в преисподнюю пойти 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 в рай нет сейчас когда человек умирает это это может сказать это может сказать сон смертный сон но когда придет сейчас на зарядку когда человек умирает тело остается от дыхания возвращаться душа в это время никуда не попадает читаем иова там все написано уже уже не мыслит ничего человек просто спит до суда там ни в какой ват ни в какой ват вот это просто он спит но уже когда придет второй второй раз придет Иисус Христос воскреснут которые были записаны в книге жизни вот воскреснут все те которые были записаны в книге жизни а те которые до Иисуса они останутся до до третьего пришествия когда будет пройдет тысяча лет когда пройдет тысяча лет сказано что дьявол будет скован на земле тысячу лет и где будут трупы не похоронены не погребены будут навозом это все те кто и когда уже господь придет со всеми святыми с людьми и с ангелами суди будет воскресение уже всех тех которые не записаны книги и продадут суды хорошо смотрите адвентисты отрицают хотя в самом названии адвентисты уже звучит нет ада вечного мучения нет считаем двадцать пятую главу евангелие от матьфеи пойдут сиди в муку вечную а праведники в жизнь вечную адвентисты категорически отрицают преисподния это земля а что в преисподнии христос сходил четыре шесть первое послание петра это отрицают это неправильно там переведено зачем отрицать то я говорю ваше учение оно везде по другому никогда не понимали не проповедовали вечности мучения не будет вот которые праведные они лежали а потом дыхание в них вошло и они стали жить такого учения никогда в церкви не было и значит ну это возможно определенно и четко ад не признаю ад скажите скажите в аду грешники бывают понимаете ну евангелие от муки шестнадцатая глава дмитрий 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 ну все давайте чисто по библии говорить что библия говорит какая глава 25 Матфея 25 глава, там должно быть 46 стих. Открывай. И пойдут сие в муку вечную, и о праведнике в жизнь вечную. Тут вечное признают, а там не признают. И пойдут сие в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. А в Откровении написано, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Вы же против Слова Божия идете-то. Как вы не боитесь Бога? День и ночь во веки веков будут мучиться. Будут брошены туда, где Антихрист будет. Смотрите, Откровение 20. А дьявол, прельщавший их, вежен в озеро огненное и серное, где зверь и лже-пророк, лже-пророк и человек, и будет мучиться день и ночь во веки веков. Это мне что-то неизвестно. Это прямо просто сказать. Я Библии не верю. Я бросаю, через стихи перепрыгиваю. Так никогда не делала церковь. Зачем это говорить об этом? Муки нет вечной, ада нет. Ад сейчас есть. Помните, что в Писании говорили, что все в небытие. Не плача, не скорби, не волк. Ибо все ушло в небытие. Он не может остановиться, видишь. Что, что, по какой стих? Я говорю, что в Библии также говорится, что не будет ни плача, ни вопля, ибо все прежнее ушло в небытие. Понимаете? В раю не будет, в раю. А в аду в веки вечные. Бросьте в отече, где будет плач, и скрежет зубов. Бросьте, там плач, и скрежет зубов. Что он говорит-то? Он вообще неверующий. Зачем надмивается? Вы бороду бреете. А сегодня вопрос зачем? Вы даже на этот вопрос не ответите. Это неважно. Мужчине, он дал бороду, женщине не дал. Зачем вы две мамы в одном доме держите? Ну как неважно-то? Если левит 19-27, он говорит, не порти край бороды твоей. Господь сказал непосредственно. Вы же субботу-то исполняете. Исполняем. А вы почему не исполняете? Это суббота. Нет, я говорю, борода. Мужчина и женщина. Мужчина и женщина. Бог дал мужчине бороду, женщине не дал. А почему вы женские на себя берете свойства? Вячеслав, открой 1 Петра 4-6. Посчитай. Послушайте сейчас. Послушайте. Вы сами откройте 1 Петра 4-6. Можете открыть Библию? Дмитрий, вы можете открыть Библию? Первое послание апостола Петра, 4-6 стих. Апостола Петра, 4-6 стих. Я описание читал. Понимаете? Давайте. Ну, где там 1 Петра, 1 Галатам, Офесянам. 1 Петра, это там, в начале, когда послание еще, начало послания. Ну ладно, давай, считай, время не тратить. Просчитай. Так, 1 Петра 4-7, 4-6. Пока 3-ю главу, прочитай сначала, 18-й стих до 21-го. 1-й, 73-й. Давай, 3-й, начинай 3-ю главу считать. 1-го послания Петра, 3-я глава. 3-го, с 18-го стиха и вниз. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведных за неправедных, был умерщлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедал. 1-го, некогда непокорном, ожидавшем их Божьей долготерпению, водниное, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ спаслись от воды. То есть речь идет о людях, которые при новом потопе погибли, и к ним он сошел. Пусть объяснят, кому он сошел, где эти люди были, когда они умерли. У них вообще никакого объяснения этому нету. Просто отвергают, выщеркивают и все. Погодите, погодите, погодите. Вы хотите сказать, люди, которые были спасены, 8 человек в ковчеге, а остальные, что вы имеете в виду? Хотите сказать, что с ними произошло? Написано преисподние места. Мне не надо в виду иметь. Написано преисподние места, а вы землю называете преисподней. Но здесь же не было, которые при новой погибли во время Христа. Как он с ним сошел-то? У вас такая путаница, что вы сами не можете ни на один вопрос ответить. Ясно, еще три слова. 4-6, прочитай, Вячеслав. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвекшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Опять то же самое. Он сошел в преисподние места, о чем в 14 главе Исаии написано. И в 28 главе Исаии. В чем проблема? Вы вырываете контексты из главы, и так вы и проповедуете, Слово Божие. Так нельзя, надо читать всю главу, понимаете? Надо считать с бытия. Вначале, начинайте с бытия, и будем сидеть, читать. Через 90 часов закончим. Вы тут кусок вырвите, там кусок вырвите. Так нельзя. Какой кусок, когда прямо говорится. Впереди-то речь идет о другом. И он поясняет дальше. О чем? Что вы хотите этим сказать-то? Ну, хорошо. Давайте третью главу, откуда она считать, считать? Первая, четвертая, третья глава. Вы говорите, мы вырвали. Откуда вы будете считать? Считайте это то, чтобы эти слова попали туда. До 18 стиха. Как считать с первого стиха? Ганну вырвали. Это не вырвали? Я не могу понять, что вы хотите мне донести-то. Что вы хотите этим сказать? Сказать, что вы еретики. Еретики, злостные еретики. Слово Божие, скажите, вырывайте. А кто отнимает что-то, что подвергается определенному слову? Чтобы Бог не обличил вас, вы не оказались лжецом. А учились лжецов в озере Огненном. В озере Огненном мучения. Дмитрий, мы вам показываем то, что не сходится с Писанием ваше учение. Вот в чем дело-то. Смотрите. Потому что Христос, написано, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Вы согласны с этим? Естественно. Дальше. Праведник за неправедных. Согласен. Быв умерчлен по плоти. С этим согласны, что он был умерчлен по плоти? Естественно. Но ожив духом. А с этим согласны, что духом ожил? Естественно. Так. Дальше он говорит. Которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедал. То есть он духом сойдя в темницу. В какую темницу он сойдя? Духом. Душой своей. Куда он сошел? К ученикам, к Павлу. Он же, когда апостолы были, дух святой действовал через ангела. Посмотри, как его выворачивает. Написано, сойдя в темницу духом. Эти-то не в темнице были. Духом проповедовал. Духом. Сойдя. Духом Божьим проповедовал. Апостолы проповедовали через духа святого. Он, Христос, умер по плоти. И духом ожил. И сошел к духам другим в темницу. И там проповедовал. И написано дальше. Кому? Некогда непокорным во дни Ноя. Непокорным во дни Ноя. Те, которые умерли от потопа. Люди мертвые души лежат. В аду находились в преисподней. И Христос, когда умер, душой сошел. И в субботу это было. В субботу там трудился и проповедовал. В субботу он трудился. Проповедовал. И вывел из ада оттуда. Из ада вывел. Вот о чем говорит Священное Писание-то. А субботу указывало на воскресенье. В воскресенье все это произошло. Он... Именно день... Возвеселимся день он и написано. То есть суббота указывало на воскресенье. Господь трудился в субботу. Еще не доказывается. Ломка начинается. Дело в том, что они за Антихриста признают папу. Папу признают. Когда написано, что он будет три с половиной года. Три с половиной года Антихрист будет. А вы Антихрист не считаете папа, папство. Дед, подождите. Так, суббота закончена. Он ничего не принимает. Господь был четвертый. И в этот день он ничего не делал. Вы противоречите сами себе. Это четвертая заповедь. Это не противоречит. Потому что суббота образно показывала на воскресенье. Творю все новое. Вы даже этого не понимаете. Суббота летхозаветнее. Она прообразовала новозаветнее воскресенье. Это вы выдумываете. Как? Так и было. И мы видим, первый день недели собирались. И все, первый день недели римский Константин какой-то установил. В субботу, потому что он откроет Библию, четвертый заповедь. Помни день субботника. Написано проповедовать духом праведника. Духом, который погибли при новом. Он не может ответить ни на вопрос. Написано же, проповедовал. Все, спорить нет. Он когда умер-то? Когда умер? Вы же сказали, что изменяется, правильно? Так, товарищ второй, второй товарищ. Он богохульствует просто и все. Зачем с ним разговаривать-то? Еретик. Вы просто... Другой мог сказать. Как они папу провозгласили антихристом? Когда папа, это сказать, антихрист будет 3,5 года. 42 месяца. И все время, везде они об этом говорят, что папа это антихрист. Игнать Тихонович, у них там меняется постоянно. Я знаю это. Они у меня были как-то. Я говорю, я завтра приду. У вас в собрании скажу, как вы говорили. Они присвитер будут. А мы отречемся. Мы, скажем, не говорили. А у меня все магнитофон записывал. Я говорю, я принесу. И они больше ходить не стали. В город Барнаул. Вячеслав, скажите, пожалуйста, четвертая заповедь. Что гласит в четвертой заповеди? Ты не показывай то, что написано. Ты смысл покажи написанного. Смысл какой у этой заповеди? На что она указывала? Прочтите, пожалуйста, четвертую заповедь. Помни день субботний. Шесть дней работы, седьмой, Господу Богу твоему. Написано. Смотрите. Получается, что суббота это седьмой день, а воскресенье это первый день. Конечно. И Писание об этом везде говорит. То, что возвеселимся в день Оонный. Субботу указывало на воскресенье. Откуда мы знаем? Господь трудился в субботу. Трудился. Никак. Главное, никак. Оно не получается. Так. Теперь эту тему закрываем. Не будет верить. Скажи Папу, как они могут признавать антихристам? Это значит из-за того, что Господь воскрес. Но ведь воскресенье ведь было и до Иисуса Христа, понимаете? До его первого пришествия. Правильно? Причем здесь воскресенье. Мне отвечает вопрос, как можно было проповедовать тех, которые в новом потопе погибли-то. Он не говорит. Тарас не говорит, тема закончена. У него еще нечего сказать. Почему вы не говорите то, что он проповедовал тем, которые умерли в новом потопе? Написано же так конкретно. Он проповедовал, написано, умер. Духом проповедовал тем, кто еще умерли при новом потопе. Непокорным некогда. Как он мог им проповедовать, если они мертвые? Если они бездушные, как вы говорите, лежат и ничего не понимают, как во сне. Как он им мог проповедовать? Видите, Господь умер и воскрес на третий день. Что там? Чего там? Мы вам прочитали, ладно. Этот вопрос закрыли. Антихрист, кто у вас? Дьявол. Какой дьявол? Ну, ну, антихистика стопроцентная. Не надо. Вячеслав, не трать время. Закрывай лавочку. Ничего нет. Ему не надо это. Он живет как надо. Посты не соблюдает. Ну, все, Дмитрий. Если вы захотите найти истину, вы обратитесь к православной церкви. Понимаете? Дух антихриста, он уже... Помните, как Иисус говорил? Что дух антихриста, он уже здесь. Понимаете? Все, Дмитрий. Видите, мы там не сошлись уже на том моменте, где по Писанию вы никак не хотите отвечать. Конкретно, непосредственно. Где дух? Вы это не хотите? Все, вопрос закрыт. Вам ничего не помогу я. Написано, еретикап после первого-второго разумления отвращайся, ибо он развратился, будучи самоосужден. Вы все, развратились. Вы отрицаете церковь, то, что 2000 лет, как она верила. Вот у вас учителя есть. Хоть кто-нибудь так верил в первом веке, как вы? Хоть один, назовите. А втором веке, в третьем, в четвертом никто так не верил. А я вам назову. Первый век. Игнатий Богоносец, Ириней Леонский, второй век, третий век, Иоанн Златоуст, Василий Вик, четвертый век. И все верили так, как мы говорим. Все. Церковь. А если как вы не были, значит церкви никогда не было. А Христос обманщик получился, если как вы сказали это, если верить как вы. Поэтому никак. Игнатий Богоносец это тот младенец, которого Христос держал в руках. У него жития есть. Он епископ пантеохийский был. Он написал послание, то, что без священства нет спасения. Без епископа. Который делает причастие. Епископ может прощать грехи. У вас нет священника, который прощает грехи. Господь дунул, говорит, кому простите, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Где у вас этот? С прощением грехов. Нету. Просто сами помолился, покаялся и все, Господь простил. Такого не было никогда в церкви. Крещение прощается грехи. Иисповедь таинства существует. Бог дал такую власть. Потому что, я не знаю, может быть, как бы, еще можно будет сейчас с вами пообщаться. Но, я не знаю, просто какая-то каша реально. Просто ваше учение, оно на 100% противоречит Библии. Оно не сходится с учением церкви. И вы это слушаете, и не сходится. А вам надо смириться с этим и понять, а как верила церковь в первом веке? Ну, даже ты хочешь узнать, как в первом веке она верила? Как во втором, как в третьем? Почему ты это не хочешь узнать? Почему я хотел это узнать? Я открываю Библию и вижу, что толкование разных, миллион толкований. Но как узнать, какое правильное толкование? Такое, которое было с первом веке, втором, в третьем, четвертом, пятом, шестом и до сегодняшнего дня. И такое толкование только у православной церкви. Поспочитай Иоанн Златоустов, Феофилакта Болгарского. Церковь никогда по-другому не понимала. Души вечные умирают. Одна идет в рай, другая в ад. Ныне будешь со мной в раю, говорит разбойнику. Душа еще в нем, когда он посмотрел, узнал. Лазарь ушел, был в лоне Авраамова, а этот мучился. Богач. Это все души, души. Души убиенных, написано под жертвенником. И вы, говорит, приступили к духам праведников. Духам праведников приступили к ним. 24 старца пали перед престолом, перед Богом. 24 старца, это все на небесах. Это 12 патриархов, 12 апостолов. Они там перед престолом находятся. Это души. Они живые. Бог их слышит. И они знают то, что происходит на земле. Потому что они в запиле. Доколи, говорит, не отомстишь за кровь нашу, души убиенных, за Слово Божие. А значит, они знают, что на земле еще не было отомщения. Видишь? А этого ничего нет. Это все сон у вас. Сон. Ушла скид душа и все. Ответить на вопрос. А вот каким образом человек взойдет на небо? Духом или телом, который взойдет в рай? Смотри, до пришествия Христа, до последнего пришествия Христа, до страшного суда, человек умирает и душой. Если он праведник, он душой в рай входит. Душой. А если грешник, то душой в ад. Но после страшного суда будет всеобщее воскресение всех праведных и грешных. И будет суд. И тогда Господь поделит тех, которых праведников в Царство Божие, а грешников в Гену Огненную, с дьяволом и ангелами его. Будет только еще одно пришествие Христа и страшный суд. Все, больше не будет ничего. То есть перед этим три с половиной года будет Царство Антихриста. Самое тяжелое время. А иначе зачем сократятся те дни, ради избранных сократятся те дни? Если бы избранных забрали, зачем тогда сокращать те дни, ради избранных написано? Помните, Иисус сказал, верующие в меня на суд не приходят. А вы говорите, придут на суд и праведники, и неправедники. Перешел из смерти в жизнь. Это здесь он не приходит. На суд не приходит, значит на осуждение не приходит. На осуждение. Его не осудят. Он уже здесь перешел из смерти в жизнь. Его осужден он не будет. А на суде он будет, потому что написано в другом месте. Это вы не читали? Всем нам должно явиться на судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле. Добрый или худой, апостол Павел говорит. А противоречить другу не может эти места. На суде будут все. Вячеслав, спасибо. Вячеслав, вы слышали о том, что сейчас уже на данный момент идет следственный суд? Какой следственный суд? Это есть частный суд над каждым, частный, перед своей смертью. А есть всеобщий суд страшный, когда написано, что все предстанут и малые, и великие, и святые, все предстанут написанные. И раскроются книги. И одна книга, в откровении я цитирую, и одна книга, книга жизни, а другая там эти, писания это будут. Вячеслав, вы не слышали о том, что сейчас уже идет следственный суд? Не слышали, да? Никакого следственного суда нету сейчас. Ничего-то не слышу, в писании этого нету. Есть частный суд после того, когда человек умирает. Он либо в рай, либо в ад. Вот такой есть, да, Господь это, человек оценит. А будет страшный суд над всем человечеством впереди. Вот что самое важное. Не будет, церковь не будет изъята на тысячи лет, как вы учите. Там на тысячи лет Христос придет. Такого, тысячелетнее царство наступило на Голгофе. Христос умер на кресте. И в этот момент наступило тысячелетнее царство Христа. Царство евангельской проповеди. Когда дьявол связал он, и увидел цепь, ангел с цепью, и связал его на тысячи лет. И вот это и есть. Он связал его на кресте. Написано, и как дети причастны плоти и крови, то и он воспринял он, и дабы силы смертью своей лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола. Он лишил силы или не лишил силы дьявола? Скажи мне, смертью своей. Царство, у вас немного, у вас по-другому. Вы проповедуйте по-другому. Евреям 2.14. Он лишил силы дьявола или не лишил? Евреям 2.14. Прочитайте. Я вам сейчас скажу по порядку. Когда мы сейчас, перед вторым пришествием, придет антихрист. И будет выдавать себя за Христа. Но после скорби дней тех, явится знамение Сына Человеческого. И Духом он воскресит. Что за знамение-то? Что за знамение-то? Сейчас не торопитесь. Что за знамение явится-то? Как оно будет выглядеть? Оно будет шумным, понимаете? Нет, а что за знамение? Я понимаю, шумным. Все его увидят, да? Написано, вас плачут все племена. Все увидят его. А что было за знамение-то? Секундочку. Призойдет великое землетрясение. И увидят Сына Человеческого на облаках. Знамение-то Сына Человеческого. А что за знамение-то, скажите мне? Что за знамение-то? Вы можете сказать? Знамение само. Как оно выглядит и будет? Да какое-то есть, когда Сын Человеческий спустится на облаке. Нет, это написано, и явится Сын Человеческий. Что, два раза будет он являться? Написано, и явится знамение Сына Человеческого, и восплачут уже, восплачут, когда увидят знамение. А потом написано, и явится Сын Человеческий после знамения. Это не одно и то же знамение и Сын Человеческий. Это два разных знамения вначале. Какое знамение у Сына Человеческого Которого все знают, что это Христос Какой знак Месяц, круг, какой будет Явится крест на небе Крест, огромный крест, который все увидят Ярче солнца он будет Крест, который вы боитесь, не признаете Почему? Вообще-то крест это орудие Орудие смерти Орудие прославления Христа Прославление Он сказал, да прославится Сын Человеческий И как этот змей будет Вознесен в пустыне, так явится И так мне надо быть вознесенным Это орудие славы Божьей Слава Божьей явилась на этом Явится знамение Когда явится Сын Человеческий Все те, которые были записаны В книге жизни, они воскреснут И те, кто живые Они будут восхищены На небо Взойдут на небо И люди-то Взойдут на небо Воплоти И вдруг В обновлении ока Все мы изменимся Вот Те, которые Будут записаны в книге Они Нет, такого нету Что в книге жизни они Такого нигде не В Библии этого нету Все воскреснут Все И грешники, и праведники Все А в Библии такого нету Что только праведники воскреснут Я сейчас дадю до этого Вот И те, которые Господь заберет Своих В царстве свое На тысячу лет На тысячу лет И через А в эту тысячу лет Будет Скован Дьявол Здесь На земле Я вам говорил уже Что Трупы Не будут Непохоронены Неприбраны И будут Навозки Да-да-да Я понял Я знаю вот эту позицию Дьявол Скован будет Будет суд Уже суд Воскреснут В 3 года Я знаю Можете не говорить Я это знаю Вы читали Евреям 2.14 Написано И как дети Причастны Плоти и крови То и он Воспринял Оны Дабы смертью Лишить силы Имеющую державу смерти То есть дьявола Так он лишил силы Его или не лишил Христос Он его убьет Духом Дьявола Я говорю Смертью своей Он смертью убьет его Смертью Где Христос умер Когда На кресте Написано Смертью лишил силы Имеющую державу смерти То есть Смертью Он уже лишил его силы Уже лишил С этого момента Началось тысячелетнее царство С этого момента Я знаю Господь Сказал Смерть Дед Твоя жала Да Это я знаю Господь победил Дьявола на кресте Это я знаю Тысячелетнее царство началось Это ангел Который с цепью Заковал дьявол На тысячи лет Дабы не прещало Написано народы Все он его сковал И теперь Пошло христианство Язычество все пало Язычество уничтожено То есть Бог сковал дьявола Праведники высияли Сейчас идет Сейчас идет Сейчас тысячелетнее царство идет А тысячи лет Это просто Множественное число Как тысячи родов То есть Это не значит Что тысячи лет Это значит Большое промежуток Времени Только так церковь Поминала Так понимала церковь С первого века По сегодняшний день Все Понимаете По другому не понимали Никогда Ну у нас Так у вас так Ну у вас там Пришло то потом Изменили Вот в чем вопрос Вы понимаете Вы потом пришли И изменили То что было написано Изменили Поэтому вы еретики Поэтому Не просто так А то что изменили Исказили Нет Ну все Ладно Дмитрий Все Вячеслав 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 Спроси Троица Вы признаете Что Бог Есть святая Троица Я знаю Что говорится Одно Целое Это я знаю Игнатих Признают Они Нет Это они Приняли Спустя Сколько лет Прошло Примерно 35 лет назад Они это Приняли А потом Опять Повернули Назад Троицы Нет Может быть Какие-то Остатки Остались Он свое Учение Даже не знает Троица Вы Дедушка Вы Успокойтесь Пожалуйста Мы признаем Что Есть Отец И сын И святого Духа Это один Бог Понимаете Отец Во мне Как Иисус Христос Говорил Я в отце Я в отце И Я в отце И отец Во мне Это одно Понимаете Дух святой Это все Это все Один Бог Понимаете Но это До этого Не было так Вы своим Расскажите Это От Юриама Миллера Пошло Что троицы Нету А потом Они приняли Это учение Проходит Какое-то У них Началось Они Опять Вернули На прежнее Обманывают Среди Этих Апинтистов Жил Главное Они на этом Говаривают Раз не принимаете Не принимаете Суббота Осталась прежней А Господь Перетворил Все новое Для меня вообще Никто Для меня Елена Это пророк Божий Понимаете А Миллер Для вас Первую неделю Собирались Апостолы Первый день Недели Понимаете Миллер Для меня Никто Елена Это пророк Божий Ты добейся Чтобы узнать Когда Конкретно Антихрист Придет Или пришел У них он уже сотни лет На земле Папа Римский И везде они сегодня Везде в интернете Говорят Папа Римский Это Антихрист Который предсказан В Библии Че тут Лукавить Вы считаете Что папство Не гнало церковь Вы считаете Что папство Не убивало Не об этом Речь Не об этом О том Что Антихрист Будет Три с половиной Года Дух Антихриста Уже Много Тысяч лет Здесь Понимаете Как сказал Иисус Он уже здесь Понимаете Дух Антихриста Он будет Он признал Что им проповедовал Христос Если это не признал Тема закончена Он не отвечает Он голову отвернул И не хочет слышать Вячеслав Все Все Дмитрий Он пришел Дух И проповедовал Которые были Непокорные В одни ноя Вы на это вообще Никакого слова Не сказали Отвернулись И все Вас еще нельзя Но залить Божественное Это вы уже Себя забили Этими ересами Теперь написано Оставьте Расти вместе То и другое Плевелы Пшеницы Да жатва А вы отдельно И тогда скажу Прежде соберите Что? Плевелы А у вас сначала Пшеница на тысячу лет То есть у вас там Ничего кроме лжи То нет в этом Тысячелетнем А четко и определенно Жатва Кончина века Оставьте Расти вместе Вы считали это? Вячеслав А на счет Вячеслав Скажите пожалуйста Вот что говорится Во второй заповеди Нет Вы не ответили Понимаете Те вопросы Пока мы их не пройдем Мы дальше не пойдем Давайте стимим Туда Жатва Кончина века Оставьте Расти вместе То и другое Вы ответьте на этот вопрос Он же задал конкретно Расти вместе То и другое Я не понимаю Что от меня Услышать Я не понимаю Что он от меня Хочет услышать Господь говорит Оставьте Расти вместе То и другое До жатвы То есть плевел И пшеницу Вместе расти Пшеница это кто? Христиане Плевел это кто? Еретики И всякие Все неверующие Ну всякие Гонители Может какими-то Ну то есть Еретики Оставьте расти Вместе То и другое До жатвы А жатва Кончины века А вы говорите Что вначале Пшеницу заберут На тысячи лет Вначале А потом Плевелы останутся А потом будет суд Над ними Да Так и есть Так он говорит Оставьте Расти вместе То и другое До жатвы А вы Говорите Вначале Пшеницу Забрать То есть Вы против Иисуса Идете Понимаете Вот тогда Произойдет Конец Жатвы Когда Господь Заберет Своих Написано Жатва Кончина Века Все Конец Не надо Время Тратить Некоторые вопросы Просто спроси Да или нет Определенно Там Так и не сказали Душа есть Нет никого Нигде нет А кто же 14 главе Исаии Кто рассуждает В преисподних Местах Земли Видите Он сразу Начал говорить Причина Кровь Моисей Не вошел Из-за крови Когда прямо Говорится Из-за слов Он путает Перекидывает Ясно Что Писание Совсем Не знает Смотрите Я Теперь Подожди Он сейчас Отойдет Вячеслав Просчитай Вторую заповедь Подождите Вторую заповедь Просчитай Вячеслав Вы меня слышите Я прошу Просчитать Вторую заповедь Которую вы хотели Чтобы Вячеслав Просчитал Слушайте Пожалуйста Вячеслав Да Слышите Я же говорил Моисей Умер Но Господь Его воскресил Он взял его на небо Понимаете Да нигде этого нету Это выдумка просто Сатанинская Зачем это обманывать Людей Умер Воскрес Об его теле еще Архангел Михаил Спорил С дьяволом Да Так Слышь Вячеслав Хотел Вторую заповедь Просчитай Пожалуйста Двадцатая глава Исход Вторую заповедь Просчитай Ему надо Против икон еще Что-то сказать Давай Сейчас Будем по этой теме Сейчас дальше Беседовать Тема закончена Ясно Поставлено Ответа не дает Это ясно Что он лукаво Забыл рот Теперь продолжаем Дальше Что он хотел Вторую заповедь Открывай Мы ее Изъясним А то он будет Говорить Что боялись Открыть Ладно Давайте Не делай себе Кумира И никакого Изображения Того что на небе Верху И что на земле Внизу И что в водах Ниже земли Не поклоняйся И не служи им Ибо я Господь Бог твой Бог ревнитель За вину отцов Наказывающих детей До третьей Четвертого рода Ненавидящих меня Так Пускай теперь Он дает Комментарий Хотел Для того и просчитали Мы не будем Комментировать Пока он не изъяснит Как понимать это А что для вас Являться кумиром Вы Объясните Что означает Это Про нас не надо Говорить Что означает Вот эта Вторая заповедь Объясняйте ее То есть Нельзя ли Поклоняться Никаким Изображениям Правильно Дело рук Человеческих Дело рук Как сказано Как в писании Сказано Дело рук Дело рук Человеческих Не суть Боги Понимаете Дело рук Человеческих Не суть Боги А у вас В вашей Православной Церкви Много икон Это одно и то же Это Объясняем Человека Нарисовать Образ И молиться Этому Изображению Это неправильно Хорошо По этой По этой заповеди Что еще можете сказать Я Я по этому поводу Уже все сказал Так Ну все Тогда слушайте Внимательно Все Еретики Сектанты Считают Исход 20 главу До 25 Не досчитали Там Мне написано Не делай Мне пришлось вести 18 лет В 5 университетах Занятия Я расчерчиваю доску И показываю Какая вина А юристы говорят То есть Срок какой Дается за это И дальше Я говорю Что на небе есть На небе есть звезды Солнце Луна Облака Ангелы Херувимы Серапимы А 25 Говорит Сделай Херувимов Что Забыл Бог Какой указал Впереди 20 глава У вас это Несовместимость И дальше Они Так я Все Я спросил Вы ничего не могли сказать Теперь только слушайте Раз вы не могли сказать Значит не надо теперь Дальше Это было в Скинии Когда строил Моисей Первый храм Третья глава Третья книга Сарс С пятой главы Считаем И он сделал Море Медное А это на земле Не делай того Что на земле Море Стоит на 12 быках Валах Валы Чистые животные Но Бог сказал Не делай изображение Что на земле Он сделал Ну мало ли что сделал Дальше Он сделал львов А львы Не чистые животные В виде огурцов Там разные были Ну Бог-то принял Написано И облако Наполнило Храм И не могли Священники Стоять То есть Божья милость Это не то Что сегодня Нам кажется Нельзя было стоять Облако наполнило И вместе со львами Бог все принял Хотя Это указание Не было На львы Доброе дело Без повеления Делается Мы спрашиваем Где этот храм Соломонов Разрушен 25 глава 2 паральпоминон А Христос говорит Дома и дома Молитва наречется Откуда взялся Откуда взялся Пророк Айгея Об этом говорит Постройте храм Мы об этом считаем 41 глава 17 стих Из Икииля Открой Это храм Который Бог назвал Своим Из Икииля 41.17 Мы посмотрим Сколько изображений А ты сделай Как тебе показано Было на горе Четыре раза Бог говорит Сделай Как на горе Показано То есть Это не выдумка была Это был проект Небесный И Бог говорит Это не капище А дом мой От верха дверей Как внутри храма Так и снаружи И по всей стене Кругом Внутри И снаружи Были резные Изображения Сделаны были Херувима И пальмы И пальмы Между двумя Херувимами У каждого Херувима Два лица С одной стороны К пальме Обращено Лицо Человеческое Лицо Человеческое А с другой стороны Пальме Лицо Львиное Так сделано Во всем храме Кругом Теперь поясним Бог принял Это или не принял Христос Говорит Дом мой А по их разумению Это идольское Капище Несчистые Животные Дом мой А торговля Сделали Вертепом Разбойников И в этот Дом мой Дух Дух святой Приводит апостолов Уже после дня Пятидесятницы Третья глава Петр Иоанн Шриф Храм Сейчас молитва Девятая Они в капище Не ходили Молиться Этот храм По образу Небесного Был устроен Они это Никогда не говорят Людям Обманщики Храм Был Изображение Слово изображение По гречески Икон Икона Прямо Икона Вячеслав Скажите Пожалуйста То что сейчас Крыл пример Дед Вот скажите Они поклонялись И молились Этим хирургимом Вот они вот Молились Вот чисто Вот как Вот вы молились Икона Я отвечаю Не поклонялись Но когда входил туда А Ром Написано Он повергался Там где над ковчегом Были хирургим Он перед ними Поклонялся И Давид говорит Что поклонюсь Святому храму Твоему Храму Это изделие Рух человеческих У вас слишком Узкое понятие Чисто стектантское Солом пятый Говорит Поклонюсь храму Святому твоему Страхи перед тобой Солом пятый Помните Изображения были Львы Волы И он поклоняется Изделию Рух человеческих Это молитва В духе святом Что значит Быть вне церкви С заблаждением Нет конца Как ты скажешь А как поклонились Смотрите Я богослов Принял за Христа Потому что в виде ангела Господь являлся Тогда сказал Божескую честь Принять не может он Как и Петр сказал Я тоже человек Они его приняли За Бога Почему? Боги в образе Человеческом сошли Они легко Обогатворяли человека Поклонятся ангелам Так в писании написано Гедеон поклонился Ангел Гедеон Он ему сказал Встань Вот и сказал Встань Потому что Божеская почесть Воздаваться Не может ангелу Он его принял За ангела Тогда бы не было Ничего Разве Бог Ответа нет никакого Нет ответа Разве Господь сказал Ангел Давайте простой вопрос Христос говорит Христос говорит Все я с вами Все я с вами Христос говорит Все я с вами Во все дни До скончания века Вы в это верите? Вы задаете Глупые вопросы Я говорю Вы верите или нет Просто ответьте. Что Господь во все дни до скончания века, естественно. 28 глава Матфея прямо говорит. Се я с вами во все дни до скончания века. Вы в это верите? Я уже вам сказал, вы задаете глупые вопросы. Я сказал, что да. Да, это означает следующее. Дня ни одного не было, чтобы Господь не присутствовал в церкви. Он, он говорит, се я с вами. Так вот, пока не появились адвентисты седьмого дня, все понимали так, как мы говорим. И выходит, его там не было. Истина-то больше такой адвентистской истины в кавычках-то нигде больше не было. И выходит, вы опровергаете все описание самого Христа. Вы понимаете, вот вы просто строчите, строчите, строчите. Вы просто наезжаете, так нельзя, понимаете. Вы обвиняете, обвиняете, обвиняете. Так тоже, так нельзя, понимаете. Вы разве христианин? Дмитрий, смотри, Дмитрий, ты же говорил по поводу, что ангелам поклоняться нельзя. Но Бытие 19.1 мы читаем, что пришли два ангела в Содом вечером, и Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. Раз, они ничего ему не сказали, нормально все было. Иисуса на вина, он также поклонился, Иисус пал лицом своим на землю, поклонился и сказал, «Что господин мой скажет рабу своему?» То есть он ангелу поклонился и говорит, что господин мой? И ему ничего ангел не сказал. Почему? А вам не кажется, что там был сам Иисус? Что? Вот когда Лот, там шли три ангела, и среди них был сам Иисус. Хорошо, почему, говорю, поклонился тогда Иисус на вина 5.14, если вы считаете там за Иисуса? А почему тут поклонился, и все нормально принято? Можно поклоняться, потому что, вот в общем, поклоняться можно, вот ты можешь поклониться своему отцу, как отцу, ангелу, как ангелу, а Богу, как Богу. Нельзя поклоняться человеку, как Богу, и ангелу, как Богу. Когда человеку поклоняются, как Богу, тогда апостол Петр запретил, говорит, не поклоняйся, я тоже человек. Зачем бы он говорил, что я человек-то? Что, он не видел, что он человек? А когда он поклоняется как человеку, мы читаем в Писании, в Бытие, Авраам стал и поклонился народу земли той, сынам Хитовым. Он народу поклонился. А что ты его не скажешь, что он идолопоклонник, человеком поклоняться? Авраам поклонился перед народом земли той, 23 глава. Нет, вы принимаете это то, что написано? То, что людям поклоняться как людям можно и ангелу как ангелу можно. Вы это принимаете? Ну как, смотрите, допустим, взять тех же, сейчас вспомним, есть эфир, допустим, Даниила, там когда Новухадоносор издавал указы, он построил золотой стукан, чтобы они все поклонились ему, а они не стали ему поклоняться. Потому что это был идол, идол, кумир, несуществующий идол это был. Вот почему. Они даже царю не поклонялись. Нет, ему надо было поклониться как царю, как Богу. Это нельзя сделать. Как Богу нельзя поклониться. Понимаете, Писанию другу противоречить не может. Вы согласны, что Писанию другу не может противоречить? Бог не забывает то, что он говорил. Это слово Божие. Противоречить другу не может. Если Авраам поклонился, то можно поклоняться, значит, как человеку? Можно. А если они не поклонились, значит, надо почему спрашивать? Почему они не поклонились? Потому что это был идол, а хотели, чтобы поклонились как Богу. Зачем? Идолу запрещено поклоняться. Не поклоняйся, не служим, заповедь запрещает. Не делай изображение. Кумира, написано, кумира. И никакого изображения, что нам... Кумира. Не священное изображение. Священное изображение делать можно. Господь сказал в 25 главе, он говорит, сделай изображение священное. Чтобы вы отличали священное от несвященного, чистое от нечистого. Вы это не отличаете, поэтому вы все смешали в одно. Это и называется ересь. Без бороды как. Вот у него лицо такое. Я смотрю, даже сейчас смотрю, и все, кажется, женщина передо мной сидит. Им даже не стыдно, ничего это. Ну, в зеркало на себя посмотрите. Женщина лет 55. Больше тут ничего нет. Мужчины-то нету никакого. Это все, знаете, это все условности. Вы как-то придираетесь. А зачем вы... Давайте допустим. На полбороды отрезали, он их не допустил даже. И говорит, они были очень обесчищены. А когда Дину, дочь Якова, изнасиловали, она была только обесчищена. Это хуже самоизнасилования. У него не вмещается. Вот этот мой дед, он пытается меня как-то цепануть, как-то оскорбить, как-то цепляться за внешность. Это разумеется. Вы сами себя оскоблили. А вы себя оскоблили. Я же не говорю, что борода неправильная у вас. Если нету бороды... Вы хотите сказать, борода... Ну, Христос носил бороду. Моисей носил бороду или нет? Ответьте. Без лукавства. Моисей носил бороду? Я не жаловался в те времена. Как я могу об этом судить? Он сказал, не порти края бороды твоей. Что вы лукавые такие-то? Апостол носил бороду? Апостолы носили бороду. А апостолы носили бороду. А апостолы носили бороду. А апостолы носили бороду. Для них это оскорбление, если обрежут бороду. Вот это чисто сектант стопроцентный. Апостолы носили бороду. Вы что скажете? В журналах везде рисуют с бородами Пророки носили, а вы-то на кого похожи? Я на это не обращаю меня Взяли и кого-то доказывают А вы Елену Вайф подражаете На язычников и похожи У язычников всегда Почиталась молодость и они всегда себе сбривали А христиан никогда такого не было Никогда Апостолы, все святые, все с бородами Вы иконы, посмотрите, иконы, все с бородами Не жалко Носите бороды мне, не жалко Да вы согрешаете Если вы бреете, вы согрешаете Вот в чем вопрос, душу свою губите Не сама ли природа учит вас, Павел говорит Не сама ли природа Женщина без бороды, мужчина с бородой Вы гомосексуалистам подражаете Это они придумали Да, это ужас просто Да, ужас Приоткрыли завесу маленько Лжепророчеством Елену Уайт Миллера верят нормально А сказали истину, ужас, ужас Я сказал, что Для меня вообще никто, понимаете? Я говорил вам сто раз Миллер для меня вообще никто Ну, конечно, ничто Основал эту секту еретическую И никто Зачем вы отказываетесь? Это нехорошо Он основатель этой ереси Миллер и Елену Уайт Это совершенно две разные Два разных течения То есть они все время меняют Сколько раз назначали пришествие Как свидетели Еговы? Сколько раз вы обмешурились? Миллеристы, но не Елену Уайт Вы не путаете? Я вам сбрасывал Елену Уайт Много раз ошиблась Я вам сбрасывал материал же уже Да ни в чем она не обшиблась Они не знают ни свое учение, ничего Поэтому ему кажется Мы слишком много ему информации сослали Так, Вячеслав Закрывай разговор Он ни один вопрос не может ответить Дмитрий, выбросьте бритву для начала И потом выходите уже нормально Через какой-то Через неделю Через месяц примерно Выходите через месяц Выбросьте бритву И не бредь У вас по-другому голова начнет работать Вы увидите, как писание по-другому устроено Не так, как вас учат Вот передо мной висит картина Номер один Рафаэля Сикстинская Мадонна И папа Сикстинская Папа Сикстинская С бородой Дальше что? А дальше что? Это означает, что так Бог сотворил Не сама ли природа учит? Павел для чего это говорит? Не сама ли природа учит? А вы на голове волосы делаете длинные А женщины подстриженные К нам приезжали в Барнаул У них тут заокская Какая-то академия есть Бутов был Говорил Я встречался с ними Главное это у нас Кулаков недавно умер у вас Патриарх Адвентийское заблуждение Они ничего в Новозаветии Вот они имеют В Бетхозаветию субботу А Господь Господин субботы Он субботы указывал на воскресенье Субботу он проповедовал в преисподней Труд закончил свой Первый человек отворил Закончил он В пятницу в субботу отдыхает А здесь Господь закончил в субботу И воскрес И вы даже этого не знаете Женщина когда терпит Скорб рождает Рождался новый мир во Христе Творю все новое И тогда говорит Родит Не помню Когда Иисус воскрес Первый день недели Который называется по нашему воскресенье Зон так Сандай Первый день недели Да Воскресенье Ну сегодня в субботу А в субботу он проповедовал И показал Что суббота Шаббат Покой Перешел на воскресенье Он новое творит Все Там можно Надо было Врагов ненавидеть А теперь любите врагов Там не прелюбодейся А тут даже не помышляй Вы ничего этого не видите А вы разве не знаете Что воскресенье Это был день поклонения День поклонения солнца У язычников Ну и еще Солнце 83-12 Псалом Почитай Подожди Подожди Вячеслав Прочитай Псалом 83-12 Прочитай Кто солнцем называется Ибо Господь Бог Есть солнце и щит Господь дает благодать и славу Ходящих непорочности Он не решает Сандайзон Так по-немецки Он есть Солнце и щит Еще вот нападаете Он не солнце А адвентистская тьма И главное Папа Антихрист Что вы городите Вы скажете Печать его не приняли На чертань А покупаете Продаваете Ладно Дмитрий Все Выходите через месяц Бритву выбросите И через месяц выходите Выходите Нормально Обдумайте Все что сейчас Вы услышали Хоть что-то сделайте Для того чтобы видно было Что вы не плотские У вас плоть просто Пышет из вас Видно что не испостились Вячеслав Скажите пожалуйста Иисус Христос В какой день Учил народ В синагогах Все Все давайте Пойдем Закончили На сегодня уже все Час 07 Хватит Через месяц Выходите Через месяц Выходите Все Слава Христу Выключай Слава Христу